Тесла всю жизнь спрашивает, откуда возникает электричество. Никто не знает, а я вам скажу, откуда оно возникает. Оно возникает от давления. Да, давление порождает электричество. Давление порождает электричество. Вот так вот. И именно электричество, это горизонтальная энергия, передаваемая по резонансной волне, возникает в силу давления. Почему? Да потому что его распределять куда-то надо, иначе он у вас раздавит. Понимаете? Его все объемное, живое хочет распределить давление от себя. И возникает электричество. В вакууме в космосе электричества нет. Никакого. Понимаете? То есть, все живое хочет убрать от себя давление. На что-то его распределить. На больший объем. На терминальную систему. Передать ответственность. Сбросить с себя. Убрать с себя давление. Отсюда возникает электричество. То есть, то, что мы убираем, передается куда-то, посредством двух терминалов. Это и есть механизм возникновения электричества. Я вам на пальцах объяснил, как оно возникает. Поэтому, если у вас не будет давления, то силы в геометрии, давление, концентрации на один квадратный сантиметр, у вас никогда не будет энергии для того, чтобы что-то сделать. То есть, сначала давление возникает в силу воплощения духа в геометрию, а только потом синхронизация, которая и является электричеством. То есть, сначала возникает геометрия, в нее воплощается дух, возникает давление, а потом эта масса магнита тянет на себя тело, чтобы попасть в эту ситуацию. Потому что тело слабее этой системы. А все к магниту что? Прищелкивается. Поэтому мы имеем два с вами варианта в системе. Вариант номер один. Виз. Это то, что обеспечивает это что? Давление, концентрацию. И ГДС, которое превращает виз, то ту ситуацию, которая существует, или терминал, либо в магнит, либо во что? В резонант. Если мы применяем виз, то все движение будет ГДС, то все движение как куда будет? От нас. То есть, мы будем распределять усилия. То есть, если я выбрасываю все, все духовные объекты, все инструменты, применяю один ГДС, на то, что сейчас существует, все движение будет куда? От меня. Если виз, а потом ГДС применяют, то у меня возникает магнит, у которого увеличивается силовой компонент, и все на этот магнит прилепляется. Но когда мне нужны деньги, мне что нужно делать? Виз, а потом ГДС. Когда мне нужно защищаться от кого-то, воевать с кем-то, мне нужно только ГДС, убрать виз. Чтобы все от меня было. Еще раз повторяю, когда мы используем механизм сознания, который называется ГДС, для того, чтобы решать задачу, только его, больше ничего, все движение будет от меня, нам как можно больше, ну что, поверхность. Поэтому мне лучше что? Ограничить силовым полем изначально. То есть, РПДК 4 раз, ну, после этого ГДС. Вы видели, что было шаромом. После применения этой системы. Кому неплохо было видно, посмотрите видео. У него мир выключился. Тш, дубля. Он просто упал. На руках повис. То есть, все от меня. Я его ограничил объем и подал напряжение. Его ударило током электрическим. Собственным же. И он выключился, как робот. Думаю, вы отпаривали два часа. Но, если я хочу магнит, чтобы все ко мне было, понимаете, да? Я хочу заработать, я хочу, чтобы люди ко мне шли, чтобы меня уважали. Весь результат, а потом ГДС. И синхронизация. Вот тогда вы получите магнит, а не резонатор. Понимаете? Вот так надо заработать.